Вопросы, озвученные во время 24-й сессии Брестского городского совета депутатов, традиционно имеют характер точечный, однако затрагивают практически все сферы жизнедеятельности областного центра. Реализация бюджета, инвестирование и бизнес-климат, исполнение декрета номер три, развитие социальной сферы и системы образования. Конечно же, один из главных – подведение итогов работы за 2016-й, которое позволит наметить наиболее важные стратегии развития на будущий год. Мы в этом году с депутатским корпусом своей основной задачей считали, конечно, это системную работу с населением, это как основная задача, но кроме этого мы много внимания уделяли и оказанию помощи, участию, помощи городскому исполнительному комитету в выполнении показателей социально-экономического развития города Бреста. Это в основном касаются такие показатели, как занятость, создание новых рабочих мест, состояние преступности в городе Бресте, инвест-климат в городе Бресте, вопросы экспорта. Вот эти вопросы мы будем сегодня рассматривать вместе, конечно, с теми результатами деятельности, которые у нас сложились по выполнению наказов избирателей. В очередной раз в формате круглого стола обсуждались наиболее актуальные темы. В своем большинстве речь числа о тех позициях, над которыми еще предстоит поработать. Привлечение иностранных инвестиций, реализация государственной политики для малого и среднего бизнеса. И, конечно же, вопросы реализации декрета номер три. К слову, о последнем. Работа инспекции по налогам и сборам и комиссии по рассмотрению заявлений граждан продолжена. По-прежнему берестейцы вправе предоставить в налоговый орган по месту регистрации документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии обязанности по уплате сбора, а также обратиться в местные исполнительные комитеты с заявлением об освобождении от уплаты сбора при нахождении в трудной жизненной ситуации. Да, действительно, 20 февраля – это срок уплаты данного сбора. Поэтому те граждане, которые обязаны уплатить, они должны исполнить свои обязательства. Это по законодательству. Этот вопрос как бы не особо надо обсуждать. Обязан – должен уплатить. Но, естественно, есть граждане, которые по каким-либо уважительным причинам не смогли обратиться в налоговые органы за какими-либо разъяснениями, либо не использовали свое право на освобождение от данной уплаты через районно-исполнительные комитеты, то с такими гражданами и после 20-го числа будет продолжена данная работа. То есть двери открыты и в налоговой службе, и в районных исполнительных комитетах. Граждане имеют право обратиться, и каждое заявление будет рассмотрено. На сегодняшний день освобождение от спора на финансирование государственных расходов подпадает под административную процедуру 18.16.200 указа президента. Для того, чтобы написать заявление, необходимо к этому заявлению приложить в обязательном порядке справочку о доходах за 12 месяцев предшествующих дате подачи заявления. Если у гражданина такой справки нет, он тогда делает копию трудовой книжки и берет справочку с центра занятости о том, что он последние эти 12 месяцев, за которые нужна справка, не состоял, либо состоял в качестве безработного. И далее они могут прилагать различные справки, подтверждающие их тяжелое положение. То есть почему они не работали в 2015 году, может быть это был какой-то выезд за границу, может быть это были какие-то медицинские противопоказания, то есть различные такие справки. Работа депутатского корпуса в 2017 году сохранит тот же темп реализации программных решений. В числе приоритетов еще более открытое функционирование системы взаимодействия с населением, мониторинг за соблюдением законодательства, расширение формата участия депутатов в мероприятиях по актуальным вопросам, а также развитие деятельности молодежного парламента.